Начиная с 2014 года заболеваемость туберкулезом в Витебской области снизилась на 42%. Если за первые шесть месяцев 2014 года было выявлено 210 случаев, то в 2018 диагноз туберкулез поставлен 122 пациентам. Назначение схем лечения с использованием лекарственных препаратов нового класса помогло сократить смертность от этого заболевания почти вдвое. Однако только в этом году болезнь унесла жизни 17 человек. Сегодня для врачей главная проблема – это лекарственно-устойчивая форма туберкулеза. Среди всех пациентов с выявленным туберкулезом количество больных лекарственно-устойчивой формой растет из года в год. Туберкулез или более раннее название – чухотка – заболевание, которое известно человечеству еще с древних времен. Впервые его описал Гиппократ. За столетия развития медицины это заболевание тщательно изучено. Методы его профилактики и лечения также давно известны. Однако случаи заболевания туберкулезом возникают и по сей день. Как утверждают врачи, от заболевания туберкулез никто не застрахован. Однако о страховке следует знать и помнить. Как не заболеть и какие современные методы лечения туберкулеза применяют врачи Витебской области, мы сегодня расскажем. Здравствуйте, меня зовут Юлия Локтева. Добро пожаловать на программу «Живи и здравствуй». Все, что должен каждый знать о туберкулезе, нам сегодня расскажет Юлия Викторовна Измайлова, заведующая отделом мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера. Добрый день. Здравствуйте. Юлия Викторовна, вначале прозвучала статистика по поводу того, что идет немного снижение заболеваемости туберкулезом. Давайте немножко проанализируем эти цифры, что за ними стоит, то есть почему эта тенденция прозвиживается и насколько она постоянная. Тенденция-то устойчивая, да, действительно происходит снижение заболеваемости туберкулезом, но единственное, что несмотря на то, что происходит снижение заболеваемости туберкулезом, формы с лекарственно устойчивыми формами туберкулеза, к сожалению, у нас остаются на прежнем уровне, начиная с 2014 года. Давайте немножечко расскажем телезрителям еще раз, кому-то, может быть, напомним, кто-то узнает об этом впервые, что за заболевание туберкулез, почему оно возникает. Заболевание туберкулез – инфекционное заболевание, как всем известно, и вызывается микобактериями туберкулеза, которые передаются воздушно-капельным аэрогенным путем. То есть заболеть туберкулезом можно при контакте с больным туберкулезом, который выделяет эти микобактерии туберкулеза в окружающую среду. При попадании в организм микобактерии туберкулеза оседают в лимфатических узлах. И при неблагоприятных условиях, то есть если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями, либо человек в настоящее время сейчас болен, допустим, той же банальной ОРВИ, или у него есть снижение иммунитета, он принимает какие-то гормональные препараты в связи с хроническими заболеваниями, то эти микобактерии, которые осели в лимфатических узлах, они начинают распространяться по организму и оседают чаще всего, начинают в лёгких. Конечно, туберкулез поражает не только лёгкие, но и костную систему, мочеполовую систему. Страдают туберкулезом женщины, гинекологические органы. Ну и, конечно, болеют, естественно, к сожалению, болеют у нас дети туберкулезом. Вы сказали, да, что оседают в лимфатических узлах, в костной системе. Что происходит, да? То есть если, например, болезнь не лечить, да, к чему это может привести, что в организме происходит? Насколько это опасно сегодня? Да, если боле... Ну, понимаете, в чём дело? Если... Ведь мы все сталкиваемся с этой инфекцией, и они оседая, микобактерии оседая в лимфатических узлах, не всегда вызовут заболевание. То есть, как я повторюсь, что только тогда, когда есть снижение иммунитета или человек страдает хроническими заболеваниями. Вот. Ну, если заболевание всё-таки развилось, и если его не лечить, это заболевание, то оно начинает постепенно, постепенно прогрессировать. Оно прогрессирует, распространяется не только на одно лёгкое, если это, допустим, было сначала поражение одного лёгкого, оно распространяется на два лёгких. Начинают... Пациенты начинают худеть, начинают выделять микобактерии в окружающую среду и продолжать заражать других людей. Если это в костной системе, значит, начинается разрушение позвонков, как чаще всего поражается позвоночник при заражении микобактериями туберкулёза, если это именно костная система. Вот. И тогда происходит разрушение позвонков. Человеку сложно двигаться, появляются очень сильные боли. Вот такая вот tendencia. Если говорить... Да, вы сказали, что и женщины, и дети, и взрослые подвержены, то есть никто не застрахован от того, чтобы где-то схватить этот вирус, эту инфекцию и заболеть. Но есть ли какой-то такой общий портрет пациента или, может быть, описать те условия, в которых могут оказаться люди, и они могут оказаться в зоне риска, что они могут заболеть? Ну, в зоне риска окажутся люди, которые имеют хронические заболевания. Какие это? В частности, это сахарный диабет. Это заболевания, которые... при которых вынуждены пациенты принимать гормоны, гормональные препараты в высоких дозировках. Вот. Это пациенты, которые страдают хроническими лёгочными заболеваниями, бронхиальная астма, хронически-абструктивный бронхит. Вот. Если это дети, то это, опять же, дети с ослабленным иммунитетом. Это пациенты, которые страдают ВИЧ-инфекцией. Вот эти вот пациенты, они подвержены высокому риску, и поэтому они, так называемый у нас угрожаемый контингент, которые подлежат обследованию на туберкулёз ежегодно. Для того... Их обследуют в поликлинике терапевт флюорографический. Вот. Ну, если говорить о по-третьей пациента, то, ну, вы знаете, как правило, на начальных стадиях, да, туберкулёз протекает, как правило, бессимптомно. Да, когда мы начинаем очень, скажем, дотошно пациента спрашивать, ну, вот всё-таки, может быть, вы помните, может быть, месяца три назад, четыре, полгода назад, может быть, у вас было какое-то недомогание или какая-то потливость, не связанная с работой, не связанная там с перенапряжением, да, физическим, то, да, пациентка отмечает, вы знаете, да, был у меня такое вот, что вот как-то я потел ночью, да, у меня была какая-то субфибрильная температура, на которую я не обратил внимания. То есть субфибрильная, то есть невысокая, да? Невысокая, да, 37,2, 37,3. Вот такая температура была невысокая, да, но он не обращал на неё внимания. Вот. И, скажем, больших неудобств это ему не доставляло. Вот. Ну, при прогрессировании процесса, если пациент не обратился к врачу, да, и если он не обследуется вовремя флюорографически, и заболевание прогрессирует, то тогда появляются жалобы. Жалобы такие, как уже высокая температура, уже фибрильная, 38 и выше, уже появляется кашель с отделяемой мокротой, гнойной мокротой, появляется потливость по ночам, уже такая серьёзная потливость, на которую уже пациент обращает внимание. Пациент начинает худеть, пациент очень истощён, снижается аппетит, ему не хочется ни работать, ни жить уже, так сказать. И вот уже, когда совсем так тяжело, вот такие пациенты, полный упадок сил, и тогда пациент уже обращается к врачу, и мы выявляем уже запущенные, чаще всего в таких случаях. Есть случаи, когда туберкулёз развивается остро, да, тогда жалобы появляются сразу буквально же в первые недели заболевания. Но это острой формы заболевания, и они, там у них другая клиника, там проявляется уже как больше похоже на проявление гриппа или острой вирусной инфекции вот в период её самые первые вот дни. Тогда человек в эти же дни, он сразу же обращается за помощью. И температура, и кашель, и всё болит, и он тогда обращается к врачу, обследует и выявляет туберкулёз. Сразу ли обследуют на туберкулёз? При таких симптомах, наверное, скорее всего, врач начнёт лечить ОРВИ, да? Да, да, начнёт лечить ОРВИ, пневмонию, что-то дать. Даже не всегда сделает флюорографию. Это этап, да? Да, пациент обращается к терапевту. Терапевт слушает, смотрит, да, может быть, даже и будет какое-то покраснение ворла, например, да, может быть, будет слёзотечение, признаки конъюнктивита, например, да, и скажет, а если это ещё и в период, допустим, осенний-зимний, да, то терапевт, конечно же, не будет сразу думать о туберкулёзе. Он направит пациента на лечение. Если это будет совсем тяжёлое состояние, то в стационар. Если полегче, то тогда, конечно, он скажет ему лечиться амбулаторно. И вот если уже, когда пациент придёт через 3-4 дня, 5, на приём к терапевту, и терапевт увидит, что эффекта нет, тогда он, конечно, задумается. И назначит, скорее всего, в первую очередь, он назначит флюорографию. Флюорографическое обследование. И оно покажет? И оно покажет обязательно, что есть изменения в лёгких. Не обязательно, что это туберкулёз. Есть изменения в лёгких. И тогда терапевт уже обязательно направит этого пациента в стационар. А в стационаре врачи уже разберутся. Почему? Потому что при поступлении пациента в стационарные условия, при наличии изменения в лёгких на рентгенобследовании, такому пациенту всегда назначается исследование мокроты на БК. Давайте посмотрим сейчас сюжет. Такую типичную картину заболевания. С какими симптомами, с чем приходят пациенты к врачу? Расскажите, пожалуйста, как вы заболели? Понялась на проте 38 лет. Длилась неделя. Длилась ночью была. Было недомогание. Кашель. Кашель была. Становился всё хуже и хуже. Удушающий. До этого болела только ОРВ. Скажите, к терапевту вы обращались? Спустя неделю. Спустя неделю. Сначала сама лечилась. Была АЦЦ, была интерфлекс. Были такие уже понижающие. Но поняла, что сама я бессильна и обратилась к доктору. Скажите, при обращении он вам прописал антибиотики, правильно? Именно. Да. Вы лечились дома или вы в больницу? В стационар. В стационар. Скажите, какой был диагноз? Вы как пневмонию лечили? Изначально оставили пневмонию. На фоне лечения вы себя лучше начали чувствовать? Нет. Чувствовалось всё так же. Кашель был всё тот же. Неделю меня лечили антибиотиками от пневмонии. Отправили на повторный снимок и выявили, что это не пневмония. Не пневмония. Скажите, пробы ставили у нас? Да. Ставили? Только манту. Только манту. Значит, сегодня мы с вами сдадим мокроту. Мокроту вы будете сдавать всё у нас. Так, направление сейчас напишем. Первый метод, он будет быстрый, джинэксперт. Он будет в течение трёх часов готов. Значит, это будет джинэксперт, это будет бактек и микроскопия плюс посев. Значит, в результате сдачи мокроты мы определим, вы у нас бациллярный больной, либо небациллярный. Это первое. А второе, узнаем чувствительную форму туберкулеза, либо устойчивая. Значит, при контрольном обследовании на снимке видно, что в верхней доле справа у вас есть характерные изменения, которые показывают, что у вас идёт туберкулезный процесс. На фоне лечения пневмонии ваши изменения остались прежними. Значит, для понятия есть чувствительная форма туберкулеза и устойчивая форма туберкулеза. Чувствительная форма туберкулеза лечится у нас стационарно. Значит, в течение двух месяцев у вас будет фаза интенсивная. Под контролем медперсонала и врачей вы будете принимать противотуберкулезные препараты. Значит, четыре месяца после обоцелирования, так, если вы не обоцеллярный больной, в любом случае четыре месяца вы принимаете также препараты, либо через процедурный кабинет нашего учреждения, либо стационарно. Значит, общий курс будет шесть месяцев. Если будет устойчивая форма туберкулеза, то она в основном лечится в Бугушевской, то в больнице, либо в Сосновке. И, значит, курс лечения занимает от восьми месяцев до двух лет. Итак, пациентки назначают ещё анализы, исследования. Скажите, чтобы точно поставить диагноз туберкулез, как много нужно сдать и каких анализов, что к чему готовится пациентам, если у него есть подозрения на это заболевание? Если есть подозрения на заболевание, в первую очередь, конечно, мы обследуем мокруту. У нас есть три метода обследования мокрута. Это джинэксперт, это генетический метод исследования, это бактек, это посев на жидкие питательные среды мокрута и посев на плотные питательные среды мокрута. И также есть у нас исследование микроскопическое, то есть это быстрый метод. Это, в принципе, этот метод исследования могут делать и в поликлиниках, и на районах, в ЦРБ. Но, к сожалению, микроскопическим методом не всегда и чаще всего нельзя обнаружить, потому что он не специфический метод. Поэтому мы ориентируемся на метод джинэксперт. Этот метод, если не загружена лаборатория, и сегодня немного пациентов, то от 2,5 до 3 часов пациент может уже через 3 часа знать. Получить результат. Получить результат положительный или отрицательный. К тому же, еще мало того, что получит положительный результат, он будет знать, устойчивая у него форма или чувствительная форма туберкулеза. А что вот значит устойчивая или чувствительная? Устойчивая форма туберкулеза – это значит, когда микобактерии туберкулеза устойчивы к тем антибиотикам, которые мы назначаем обычно при лечении туберкулеза. Если мы этим методом джинэксперта выявляем устойчивость, то, конечно, мы делаем дополнительные методы для того, чтобы узнать конкретно, каким препаратом у этого пациента микобактерии устойчивы. И когда мы будем знать устойчивость и чувствительность, мы, конечно, сможем назначить уже непосредственно схему лечения с учетом этой чувствительности, например, микобактерии туберкулеза. То есть можно сказать, что для каждого человека индивидуально подбирается схема лечения и препараты? Конечно, да. Схема лечения и препараты подбирается у нас индивидуально. И при наличии лекарственной устойчивости у пациента Это схема лечения, подбирается консилиумом по МЛУ-туберкулезу, у нас так называется. Если при необходимости этот пациент даже направляется в РНПЦ при монологии в Тезиатрии города Минска, там, где тоже осуществляется консилиум. Это такие сложные случаи. Это сложные случаи, да. Скажите, на какой стадии заболевания человек, ну, лечения, не заболевания, лечения уже, да, человек уже не является источником опасности для окружающих, да, он уже никого не заразит? То есть, если пациент начинает лечение в стационаре, как правило, естественно, всегда мы начинаем пациенту лечение в стационаре. Пациент, находясь в стационаре, сдаёт мокроту ежемесячно. И вот мы, когда получаем первый отрицательный результат, в принципе, пациент уже не опасен для окружающих. Но, учитывая, что лёгких у нас два, и мокроту он может откашлять, например, с правого лёгкого, а процесс у него в левом лёгком, поэтому мы дожидаемся два-три последовательно взятых посева мокроты отрицательного, и тогда мы уже точно говорим, что пациент обоцелировал. Так, хорошо. А сколько времени может занять лечение на стационаре, и вообще лечение туберкулёза, чтобы человек полностью здоровым вышел? Всё зависит, опять же, от формы туберкулёза. Если это чувствительная форма туберкулёза, то в стационаре лечения достаточно два месяца. Два месяца – это интенсивная фаза, где получает пациент 4 препарата. Лежит в больнице, всё как надо. Всё как надо, получает, да. И когда мы уже получаем вот эти вот результаты отрицательной мокроты, мы его выписываем на амбулаторный этап. На амбулаторном этапе пациент у нас получает уже 2 препарата в течение 4 месяцев. Он ходит в это время ежедневно в процедурный кабинет, кроме воскресенья, и в присутствии медицинской сестры принимает эти препараты. Если форма устойчивая, то тогда немножко удлиняется, ну, даже не немножко, а достаточно серьёзно удлиняется процесс, схема лечения и длительность лечения. Значит, пациент в стационаре может находиться от 6 до 8 месяцев. Почему так происходит? Потому что в интенсивной фазе пациент получает препараты не только таблетированной формы, но и инъекционной. И, как правило, чаще всего это внутривенные инъекции. Естественно, организовать амбулаторно такое лечение не всегда, скажем, возможно, доступно, особенно где-то на районе. Поэтому мы таких пациентов всю фазу интенсивную, от 6 до 8 месяцев, мы их держим в стационаре. А уже потом мы можем их выписать, снимаем этот препарат, который внутривенный, и тогда уже таблетированной формы пациент может принимать амбулаторно в процедурном кабинете. Это, конечно, очень тяжело. И длительность от 20 до 24 месяцев полный курс лечения. До 2 лет? До 2 лет лечения, да. Вот, конечно, это очень тяжело для наших пациентов. Такой вопрос, да, больничный же на 2 года никто не даст? Нет, конечно, больничный нет. Если пациент работает, то, конечно, мы направляем такого пациента на МРЭК через 180 дней. То есть он получает степень инвалидности и получает пенсию по инвалидности? То есть если МРЭК устанавливает, что действительно пациент не может выйти на работу, а есть такие специальности, при которых он не может выйти на работу, то тогда ему дают группу инвалидности, и он получает пенсию и продолжает лечиться. И уже после лечения, и мы снова его на МРЭК, комиссию, и уже там решается вопрос, продлить ему группу инвалидности или можно допустить к работе. То есть это есть какие-то категории работы, если, допустим, успешно проходит лечение, и человек не заразен, он может выйти на работу и принимать препараты, да? Да. А если есть такое значение социально-экономическое, тоже помимо того, что здоровье – это плохо, грустно, ещё и человек может лишиться работы. Лишиться может работы. К сожалению, да, бывают такие случаи. Ну, если пациент работает в детском коллективе, да, если это тем более касается роддома, да, или детские больницы, или детские сады, школы. Тут мы всё подходим, поверьте, что всё очень индивидуально. И к каждому пациенту мы прислушиваемся, и мы не хотим, конечно, чтобы он потерял работу. Поэтому мы делаем всё возможное для того, чтобы работу эту сохранить пациенту. Предлагаем какие-то другие. Может быть, если есть возможность перейти на какую-то другую должность работы, да, и администрация идёт на уступки, то вопросы решаются. Какая-то помощь. Может ли человек рассчитывать на какую-то помощь, если он оказался в такой ситуации, и куда ему за этой помощью можно обратиться? Да, конечно, конечно. Наши пациенты могут рассчитывать, и рассчитывают, и получают такую помощь. Конечно, представляете, 24 месяца лечиться – это очень тяжело, поэтому мы их должны как-то поддержать. Обращаться это надо в свой диспансер по своему месту жительства или в туберкулёзный кабинет. Значит, какая у нас существует помощь? С 2015 года у нас контролируемое лечение пациентов осуществляется, которое подразумевает что? Вот как я уже сказала, что пациент в присутствии медсестры принимает препараты. Если он это всё делает добросовестно, регулярно, и не менее чем 21 день в месяц, 21 дозу в месяц он принимает не менее, то тогда мы таким пациентам назначаем социальную помощь в виде продуктовых наборов. Продуктовые наборы у нас – 4 вида продуктовых наборов, которые пациенты получают один набор за 2 недели. То есть получается в месяц 2 набора. Их 4 разных. Туда входит и тушёнка, и крупы, и мука, и макароны, и сок, и шоколад, и сахар, и масло сливочное, масло подсолнечное, сгущёнка. Ну, то есть вот такие вот продукты минимальные. Первые необходимости, которые нужны каждому. Также у нас есть какая ещё помощь? У нас есть помощь совместно с Белорусским обществом Красного Креста. Мы выделяем пациентам деньги. Это как раз оплата трёх видов проездного. Это помощь для того, чтобы пациент… Понятно, что это тяжело. Особенно, например, вот с наш диспансер на Фрунзе добраться с ДСК очень сложно. Нужно, может быть, даже сделать пересадку. Где взять деньги? Поэтому мы таким пациентам выделяем, не мы, точнее, а Красный Крест, перечисляет на карточку этого пациента, перечисляет вот эти деньги. Опять же, при соблюдении условий, что он постоянно и регулярно принимает. Есть также у нас ещё вариант помощи. Или денежная, или тогда мы предлагаем пациенту видеоконтролируемое лечение, которое у нас приказом Министерства с 2016 года. А что значит видеоконтролируемое лечение? Видеоконтролируемое лечение – это значит, что Белорусское общество Красного Креста пациенту безвозмездно передаёт смартфон в пользование. Там на смартфоне установлена специальная программа. Пациент дома принимает препараты и в это время снимает себя на этот смартфон на видеокамеру. Потом по защищённому серверу он передаёт это видео на наш диспансер. Медсестра, приходя на работу домой с утра, включает и просматривает все видео, и смотрит, как пациент, правильно ли он принял, как он себя почувствовал. Пациент при этом должен сначала поздороваться и сказать, чтобы мы видели, что с ним всё хорошо. И потом, когда он принял все последнюю таблетку, запил водой, он тоже должен сказать, что всё с ним хорошо, всё в порядке. То есть таким образом мы и проверяем, что и он тоже принял препараты, а не где-то там, скажем, за языком задержал. Это очень хорошая помощь. Но, опять же, я говорю, либо тогда мы человеку предлагаем либо видеоконтролируемое лечение, либо выделение вот этой вот помощи денежной. Но вот они пересылают это всё, получается, через интернет. Насколько это безопасно? Это безопасно. Это на самом деле безопасно. Нас уверили, да, что это безопасно. Это сеть какая-то именно ваша, которая никакого отношения? Никто больше, да, никакого отношения никуда она не имеет. Вот пациенты очень довольны, все те, кто принимает. Да, и потом, после окончания лечения этот смартфон остаётся у пациента, он его никуда не возвращает. Ещё и с телефоном остаётся. Ещё и с телефоном остаётся, да. Ну, главное, чтобы здоровый был, но телефон тоже неплохо. Это да, конечно. Скажите, вот, ну вот, там вы сказали, да, где-то около двух лет может лечиться пациент. Когда вот курс лечения закончился, да, вот вы уже говорите, что всё, вы полностью здоровы, мы вас поздравляем, вы успешно прошли курс лечения, остаётесь там с телефоном, например, да. Что дальше? Есть ли какой-то период реабилитации, я не знаю, восстановления, может быть, контроля ещё пациентам после того, как он уже прошёл курс лечения и выздоровел? Что дальше с ним происходит? Да, конечно. Вы знаете, опять же, мы индивидуально подходим к каждому пациенту. Если мы видим, что процесс в самом начале был очень серьёзный, если человек очень тяжело переносил лечение, да, то такого пациента мы ещё продолжаем наблюдать. Да, лечение он не получает, но он ежемесячно приходит в наш диспансер. Мы контролируем мокроту, естественно, мы контролируем его анализ крови, анализ мочи, потому что препараты достаточно серьёзные, да, и для того, чтобы предупредить какие-то побочные эффекты этих препаратов, вот мы так контролируем. Плюс, естественно, наши пациенты, которые вот именно длительно принимают, мы контролируем ещё и электрокардиограмму, то есть работу сердца. И это где-то происходит в течение около шести месяцев, то есть полугода мы вот так вот ещё ежемесячно наблюдаем. Если же всё с пациентом хорошо, и был изначально небольшой процесс, но, к сожалению, была устойчивая форма, то после окончания лечения этот пациент приходит через полгода. То есть не каждый месяц, а через полгода он является к нам для контроля. Мы делаем ему флюорографию, анализ крови, анализ мочи и посев мокроты. И такое наблюдение у нас в течение двух лет. То есть каждые полгода в течение двух лет этот пациент приходит к нам для контроля. А после истечения двух лет мы уже тогда, возможно, можем его снять вообще с учёта. С учёта? Да. Вообще постановка на учёты, вся история с лечением, с восстановлением, с последующим наблюдением – это всё конфиденциально, правильно? Конечно. И об этом знают только, скажем так, врач и пациент. Да, да. Мы, конечно, никому эту информацию никогда никуда не передаём. И если кто-то придёт и спросит, состоит ли у вас на учёте, только по официальному запросу. Не просто же так наблюдаются люди, правильно? То есть может случиться рецидив? Да, конечно. И как часто он случается? Рецидивы случаются, к сожалению. Опять же, всё зависит от человека, от индивидуальных особенностей и от того, какой образ жизни он после лечения и во время лечения в том числе, да и до заболевания он вёл. То есть люди, которые подвержены каким-то, скажем, злоупотребляют алкоголем, да, или это люди, которые наркоманы, или страдают какими-то хроническими заболеваниями, тяжёлыми хроническими заболеваниями, вынуждены длительно, опять же, всё равно продолжать приём высоких доз гормональных препаратов. Да, таких людей мы с учёта не снимаем, мы их наблюдаем длительно, контролируем их состояние организма, лёгких в том числе. Ну и самый главный вопрос – это вопрос, наверное, профилактики, да, что каждый из нас может сделать для того, чтобы обезопасить себя от этой инфекции, что, какие действия, какой образ жизни, какие правила безопасности, чтобы не заболеть? Ну, вы знаете, как таковое, да, профилактики. Мы вот раньше всегда говорили, что у нас есть профилактика, это профилактика трёх С – это санитарная, специфическая и социальная профилактика. Да, то есть специфическая профилактика начинается с роддома, нам всем устанавливают, ставят прививку БЦЖ всем новорожденным, да, на третьи сутки после родов. Дальше у нас санитарная профилактика. Что это подразумевает? Это подразумевает, что надо регулярно проводить уборку, проветривание и влажную уборку в своём помещении, избегать скученности. Если вы живёте, ну, бывают же условия, когда пациенты живут у нас достаточно много людей в одной квартире, ну, старайтесь действительно почаще всё-таки проветривать, сделать влажную уборку. Это очень важно. Не важно, какой период года, или лето, или зима, ну, откройте форточки, когда вас вообще дома нет. Вот. Ну, и социальная профилактика, это всем понятно, да, что люди, которые ведут асоциальный образ жизни, то, к сожалению, конечно, с такими людьми сложно что-либо сделать, но они, вот, к сожалению, и являются переносчиками этой инфекции. Ну, а вот сказать, что человеку делать, да, что делать человеку? Осень и весна – период всех обострений каких-то хронических заболеваний. Берегите себя, помните о тех заболеваниях, которых у вас есть. Обращайтесь вовремя к терапевту, для того, чтобы он вам назначил какие-то методы профилактики вашего хронического заболевания. Употребляйте поливитамины, не бойтесь их, нужно употреблять поливитамины. Курсами пройти, опять же, вот осень и весна. Укреплять иммунитет, в общем, да, в целом, да, да. Одной фразой, если так сказать, то это свежий воздух, витамины, да. То есть, если у человека крепкий, здоровый иммунитет, то даже если он столкнётся с этой инфекцией… Да, даже если он и микобактерии столкнётся с этой микобактерией, то организм её победит. Хорошо, ну и в ваш центр можно ли обратиться, обратиться анонимно, за консультацией, если человек, там, ну, может быть, не хочет лишний раз идти в свою поликлинику, но надумал, не хочу ли я провериться, можно ли обратиться и на каких условиях. Да, пожалуйста, конечно, к нам можно обратиться. Если нет направления, то консультация у нас в тезиатре платная, платное флюорографическое обследование, платное рентгенобследование и консультация в тезиатре. В любой день абсолютно с 8 до 7 часов вечера можно обратиться к нам в регистратуру. Любому желающему, кто хочет, если вдруг надумал, пожалуйста, мы всех примем. Спасибо большое за ваши советы, за рекомендации, успехов вашему коллективу и вашим пациентам в лечении и, конечно же, крепкого здоровья. Спасибо. Крепкого здоровья мы, конечно же, как всегда желаем и всем нашим телезрителям. Берегите себя и своих близких. О том, как правильно беречь своё здоровье, мы продолжим рассказывать в новых выпусках программы «Живи и здравствуй». Труды отца медицины Гиппократа о женских болезнях уже в 4 веке до нашей эры вывели акушерство и гинекологию в отдельную отрасль. Его разработки по сей день лежат в основе многих современных методик диагностики и лечения. Медицина далеко ушла вперёд. Но, несмотря на все достижения, более 10% случаев бесплодия объяснить она не может. А сегодня это стало настоящей проблемой, которая заставляет учёных и специалистов уделять ей всё больше внимания. Наш кабинет работает с 2015 года. И на протяжении трёх лет мы консультируем пациенток с нарушением менструальной функции, с бесплодием, с привычным невынашиванием, а также людей, которые планируют беременность, которые бы хотели обследоваться, у которых там были неудачи раньше. Лечение и выявление причин бесплодия стало одним из основных направлений в работе кабинета по вопросам гинекологической эндокринологии в женской консультации номер 3 Витебского областного клинического родильного дома. Специалисты с тревогой отмечают, что поводов для обращения сюда становится всё больше. Не радует и статистика. За последние 20 лет количество бесплодных пар увеличилось почти вдвое. Супружеские пары обращаются с тем, что в течение года или более при регулярной половой жизни не происходит зачатие. И тогда мы обследуем, конечно, двух половых партнёров. Словом, для выявления причин бесплодия используются все возможности, средства и инструменты. Особое место отводится исследованию гормональной системы. Доказано, что практически у 90% женщин с диагнозом бесплодия выявлена проблема с щитовидной железой. Конечно, щитовидная железа имеет очень большое значение в становлении менструальной функции, в унашивании, также беременности. Но это не только щитовидная железа. Гинеколог, эндокринолог также занимается проблемами, такими, как, например, метаболический синдром. Что это? Это когда женщина имеет избыточную массу тела, да, и которая, в свою очередь, несёт ряд проблем, приводящих к нарушению менструальной функции, к тому же бесплодию, да, и невынашиванию беременности, а также к проявлениям таких как гистационный сахарный диабет. То есть, например, тот сахарный диабет, который появляется только во время беременности. Всем известно, что излишняя полнота, как и излишняя худоба, это не только эстетические проблемы. А полной женщине лишний вес мешает забеременеть, потому что жировая ткань гормонально активна. Это нарушает весь гормональный баланс организма и негативно влияет на зачатие и вынашивание беременности. Мы можем помочь таким женщинам в плане обследования. То есть мы работаем с терапевтами, с эндокринологами. Мы направляем такую женщину к диетологу. Очень часто даже только снижение веса, то есть приводит к решению проблемы. А проблема считается решенной, когда наступает долгожданная беременность, и у счастливых родителей появляется здоровый малыш. Лечение бесплодия – одно из основных направлений в работе этого кабинета, но далеко не единственное. Сюда обращаются по очень разным поводам, которые связаны с нежным женским здоровьем. Поводом для этого служат или нарушение менструальной функции, или ненаступление беременности, или же невынашивание беременности, а также женщины с климактерическим синдромом тяжелой и средней степени. Женщины, которым противопоказана беременность по каким-то экстрагенитальной патологии, или же которым нужна надежная контрацепция. Обратиться могут к нам мамы с детьми, если вдруг происходит раннее половое созревание с 8 лет, или же если у девушки не наступает менструация до 15 лет. Индивидуальный подход в каждом случае и к каждому пациенту помогает добиваться хороших результатов. Но в основном наше здоровье все-таки зависит от нас самих. А своевременное обращение к врачу поможет решить не только имеющиеся проблемы, но и предупредить их появление. Добрый день, дорогие зрители! Мы продолжаем цикл программ упражнений на опорно-двигательную систему, укрепление мышц спины, мышечного корсета. Учитываем работу и объем движения суставов, плечевых суставов, тазобедренных, коленных. В прошлой программе это были легкие варианты упражнений, а сейчас добавляем элементы более сложные. Их можно делать и здоровым людям. Если это пациенты с диагнозами радикулит, люмбалгия, туракалгия, то только после консультации с врачом. По количеству раз подходов вам он объяснит. А само выполнение мы сейчас вам покажем. Исходное положение стоя. Пяточки вместе носочки врозь. Обыкновенный вдох-выдох. И еще разок. Вдох-выдох. Потянулись. Раз, два, три, четыре. Повернулись. Раз, два, три, четыре. Наклонились. Коленки согнули. И плечок противоположный. Коленки направляем аккуратно, медленно. Потом выпрямляемся. Потом наклоняемся. Макушка кверху. Выпрямляемся. И еще разочек. Раз, два, три, четыре. Вдох-выдох. Переходим в положение сидя. Ножки вперед, ручки назад. Опора на ладошки. Пяточку одной ноги на коленка другой ноги. И наклоняем колено в противоположную сторону. Меняем ножки. И сюда. Меняем ножки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох-выдох. Теперь левая нога на правое колено. Можно приподнять поясницу. Можно не поднимать ее. Как получится сначала легкий вариант. Это не поднимаем поясницу. А следующий подход идет. Приподнимаем. Опора на пятку. Опора на колено. Опора на ладошки. Раз, два, три, четыре. Вдох-выдох. Ножки в коленках сгибаем. Поставили. Пяточки вместе. Коленки вместе. Вправо-влево на ковер. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох-выдох. Ножки выпрямляем. Потянулись. Расправили ладошки. Наклонились. Расправили ладошки. Внимательно назад. Наклонились. Раз, два, три, четыре. Вдох-выдох. Переходим из положения сидя. Положение лежа на живот. Ножки в коленках согнули. Поставили. Коленки вместе. Стопы вместе. Вправо-влево на ковер. Раз, два, три, четыре. Вдох-выдох. Потянулись. Можно сделать махи рук и ног. Теперь ножку одну на подколенку другую. То, что у нас было спереди, теперь это элементы сзади. Это поднимаем колено вверх. Опускаем. Меняем ножки. Поднимаем колено. Опускаем. Меняем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пяточки вместе, ноги на месте. Плечо противоположной ладошки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Колено. Как ползем, подтягиваем к локтю. Колено на ковре. Выпрямляем ножку. Вторую подтягиваем. Макушка кверху. Выпрямляем ножку. И опять потянулись вперед-назад. Встаем, как в прошлой программе я вам объясняла. Руки подтягиваем коленком. Одновременно толкаемся руками и ногами. И встаем. На сегодня у нас все. В следующих программах продолжение цикла данных упражнений. Берегите себя. Природа совсем не ожидала, что у человека будет мало физической нагрузки, что он станет много сидеть, проводить по 8-9 часов в одной позе, носить каблуки, много есть и мало двигаться. Поэтому отомстила нам болями в спине, болезнями позвоночника. Хотя считается, что изначально проблемы позвоночника связаны с нашим прямохождением, а уже потом с образом жизни. По статистике, периодические боли в спине испытывают примерно 90% людей. Еще до нашей эры известный врач древности Гиппократ описывал болезни и методы лечения спины. Например, сколиоз он предложил исправлять вытяжением позвоночника. Для этого изобрел специальную систему коррекции, которая и сейчас успешно используется в современной медицине. Показания к нашей процедуре являются неврологический, ревматологический и ортопедический профиль. То есть такие заболевания, как дискогенные радикулиты, начальные проявления болезни Бехтерева, сколиозы, кифозы, заболевания крупных суставов нижних конечностей, нарушения осанки в подростковом возрасте. Процедура используется, начинает, можно ее начинать с 14-15 лет. Сегодня по статистике у 9 из 10 выпускников школы наблюдается искривление позвоночника. А средний возраст, впервые обратившийся к врачам с жалобами на боли в спине, снизился с 25 до 17 лет. То есть это люди самого трудоспособного и активного возраста. И если человек не занимается вовремя решением этой проблемы, то болезнь может перейти в хроническую. А ведь известно, что от состояния позвоночника зависят практически все органы нашего тела. Не зря врачи ведь говорят, здоровье начинается со здоровья позвоночника. Основной принцип работы подводного вытяжения – это воздействие теплой воды температурой 36-37 градусов и непосредственно тракции, то есть вытяжение позвоночника. Вследствие этого расширяется поперечная мускулатура, расширяются межпозвоночные пространства, отверстия, через которые проходят спинномозговые нервы. Вследствие этого снижается тонус, снижается спазм, вследствие чего увеличивается кровообращение проблемных зон. Тракция – подводное вытяжение позвоночника – один из самых популярных методик лечения опорно-двигательного аппарата. Что же касается её эффективности, то сегодня она считается одной из самых результативных. Это подтверждают и специалисты Витебского областного диагностического центра. Подводное вытяжение в нашем центре находится с 2014 года. За это время было пролечено 3318 пациентов. Эффективность процедуры составляет 87%. Многие наши пациенты замечательно себя чувствуют на протяжении вот этих вот лет и избавляются от своих проблем. Но, несмотря на весомые плюсы данной методики, существуют диагнозы и ситуации, при которых тракция категорически запрещается. Противопоказаниями являются инфекционные заболевания, новообразование, психические расстройства, эпилепсия, оперативное вмешательство по поводу дискоррегенного радикулита и с осторожностью надо использовать после 60 лет. К проведению самой процедуры здесь также относятся с осторожностью. Сначала пациента подготавливают. Специальным массажем разогревают и расслабляют мышцы спины. Людмила Егоровна, вам удобно? Да, все хорошо. Вот это наша пациентка Людмила Егоровна. Вот, она проходит второй день массажа. Массаж делается обязательно перед тем, как доктор-физиотерапевт назначает подводное вытяжение. Массаж у нас длится 20 минут. Проведение процедуры в воде значительно уменьшает риск травмы. Но нужно помнить, что в любом случае это медицинское вмешательство. И если вы хотите, чтобы тракция принесла вам исключительно пользу, назначать и проводить ее должен только квалифицированный специалист. Обязательный осмотр физиотерапевта со снимочками МРТ, КТ, рентгеновскими. Подводную тракцию проводят только в клинических условиях. И вся процедура проходит под постоянным контролем и в сопровождении специалиста. В данный момент пациентка проходит у нас лечение. Ей назначено вытяжение собственным весом. Также подсоединяется к этой процедуре гидромассаж. При помощи постепенного вытяжения удается удлинить позвоночный столб в нужном месте и удерживать его в правильном положении. Курс лечения составляет от 10 до 15 процедур. Повторяющих можно через 6-8 месяцев. Первые сеансы вертикального подводного вытяжения начинаются под тяжестью собственного тела. Потом к поясу подвешивают груз и постепенно его увеличивают. После каждой процедуры показана разгрузка позвоночника. Пациенты перекладывают на каталку и отвозят в комнату отдыха, где он отдыхает в течение 40-60 минут. Установленный в Витебском областном диагностическом центре комплекс подводного вертикального вытяжения позвоночника благодаря оснащению электронной системы управления и специально разработанному подъемнику обеспечивает комфортное проведение процедур. В дополнение к основному лечению здесь можно подключать еще подводный душ-массаж, что во многих случаях значительно повышает терапевтический эффект. И это подтверждает статистика. Здравствуйте, уважаемые телезрители! У вас в гостях школа питания. И сегодня речь у нас пойдет о самой древней специи. Мы поговорим о соли. Известную всем каменную соль добывают из минерала галита. Есть несколько видов соли – очищенная, неочищенная, крупного и мелкого помола, чистая и с различными добавками, например, обогащенная йодом. Соль – это очень важный элемент, который нужен нашему организму, потому что соль – это возможность нашего организма нормально функционировать в плане сокращения мышц, в плане работы центральной нервной системы, поддержки водного баланса организма. Соль нам необходима. И именно поэтому, когда соль поступает в наш организм, центральная нервная система воспринимает эту специю как желанную, принимая во внимание, что основным веществом в желудке у нас является соляная кислота, в состав которой тоже входит в хлор, вы понимаете, что без соли жизнь человека практически невозможна. Для того, чтобы насытить организм солью, так необходимой нам, человеку нужно употреблять в холодное время года 2-5 граммов соли, а в теплое время года – 20 граммов соли. Вы, возможно, удивитесь и скажете, почему это так. Дело в том, что в жаркую погоду потовые железы работают более активно, человек потеет, и жидкость выделяется с организма вместе с солью. Именно поэтому пот у человека соленый. Именно для восполнения потери жидкости, в том числе соли, нам необходимо пить подсоленную воду. Без соли человек может прожить от одних до 10 суток. Отсутствие этого вещества тормозит все процессы в организме человека. Ионы хлора и натрия служат паромщиками, которые доставляют воду в клеткам организма. Если убрать соль из рациона, каждая клетка может страдать от безвоживания даже в том случае, если человек будет пить достаточное количество воды. Вода будет поступать в кровь, но не в клетке. Также для организма важно соотношение натрия и кария. Эти два микроэлемента работают в тесной связке. Но есть всё-таки одно «но». Как мы уже сказали, натрий – это владыка воды. Одна молекула натрия задерживает 400 молекул воды. И вы понимаете, когда человек потребляет большое количество соли, у нас в организме происходит задержка жидкости. И жидкость – это в основном в кровяном русле, как я уже сказала. У нас возникают проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Поскольку нагрузка увеличивается, сердце начинает работать более активно. А как вы знаете, когда большое количество жидкости в кровеносном русле – это велик риск развития сердечно-сосудистой патологии, такой, как артериальная гипертензия. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень важное значение имеет не то, сколько соли потребляет человек, а сколько калия в этот момент содержится в его организме. Если натрий, который находится в соли, он задерживает в организме жидкость, то калий, он, наоборот, обладает мочегонным эффектом, и он выводит эту жидкость из организма. Поэтому, если вы любите соленую пищу, но не хотите иметь проблем с сердечно-сосудистой системой, для вас есть выход – употреблять больше в пищу продуктов, которые содержат калий. А это овощи, это сухофрукты, курага, изюм, чернослив, это орехи, это запеченный в мундире картофель, это вся зелень. В домашних солениях, мясных и рыбных консервах, колбасах, сосисках, сардельках соль играет одну из решающих вкусовых ролей. Соль, естественно, и приятна для организма, ведь она содержится во всех наших физиологических жидкостях. Вкусовые центры мозга, анализирующие пищу, воспринимают флорид натрия как очень желанный элемент и сигнализируют об этом. Именно поэтому соленая еда кажется нам более вкусной, чем пресная. Норма потребления соли – это 5 грамм в день. Но мы все забываем о том, что есть еще скрытая соль. Мы ее не видим, но мы с вами все прекрасно знаем, что продукты, которые подверглись переработке, содержат большое количество соли. И самое большое количество соли содержит хлеб. И не важно, что там на 100 грамм хлеба находится всего лишь полтора грамма соли, при норме в сутки 5 мы едим очень много хлеба. И порой многие из нас эту суточную норму получают только с хлеба. На втором месте стоят продукты мясопереработки. Это колбасы, это сосиски, это сардельки. Там тоже находится большое количество соли. Сыры тоже имеют большое количество соли. Поэтому нужно быть особенно осторожными с этими продуктами и учитывать ту соль, которая там находится. Будьте осторожны с солью. Соль, она, конечно, нам нужна, но во всем должна мера. И есть прекрасные заменители, которые вы можете использовать. Это овощи, это фрукты, в которых тоже содержится небольшое количество соли. Себя нужно любить, себя нужно беречь. А я говорю вам до свидания. Иглорефлексотерапия Иглорефлексотерапия – один из древнейших методов традиционной китайской медицины. Появился он более 4 тысяч лет назад, но и сегодня активно применяется и даёт хорошие результаты в лечении многих заболеваний. Причём эти процедуры уже давно проводят не только на Востоке, но и в западных клиниках. В основе традиционной китайской медицины лежат не только знания о физиологии человека, но и сложный комплекс древних философских учений, представлений о мире и месте человека в нём. Через человека проходят все информационные энергетические потоки от неба – это янские потоки, и от земли – это янские потоки, они восходящие. Человек это именно гармонизирует. На коже человека есть жизненные точки, места входа и выхода жизненной энергии. Энергия циркулирует в теле человека, направляется ко всем органам и от них по определённым каналам – меридианам. Причиной многих заболеваний считается избыток или недостаток энергии, а также поступление в организм искажённой энергии, накопление излишков энергии, энергетические пробки. Чтобы человека привести в порядок, восточная медицина его должна встроить в гармонию мироздания, то есть дополнить его тем, чего у него не хватает, и преобразовать, не ликвидировать, а именно преобразовать то, чего в нём много. Если, с одной стороны, много, так не бывает, что всего у него много, значит, где-то не хватает. Воздействие на точки на теле при помощи введения игл на определённую глубину, под определённым углом и на определённое время помогают убрать эти проблемы и гармонизировать состояние человека. Доктор именно ловит свои ощущения, соприкасаясь с больным. Видя пальцем по руке, в это время доктор чувствует то ощущение, на которое он себя настроил. Это или ямочка, или проскальзывание какого-то бугорка, ну что он настроен, ну что изначально. Как правая ямочка, в неё ставится игла на определённую глубину и направление по ходу меридиана, против хода меридиана, чтобы её либо включить, тем самым она как бы закрывается, и там происходит накопление энергии в этой зоне, и по ходу движения как по плотине выше плотины идёт накопление, либо сброс энергии, то есть плотина открывается, и лишний поток должен быть сброшен. Использование и восточных, и западных методов лечения в комплексе помогает многим людям справиться с недугами, особенно если причина этих недугов имеет психологическую нервную природу. Это все больные с нарушением нервной системы, психостении, все больные с неврологическими нарушениями, все больные с отклонениями в обмене веществ, все болезни кожи, которые у нас лежат, они, кстати, сопровождаются своими психосоматическими состояниями, заведующие отделением, реабилитолог, лечащий врач, ведут отбор и направляют на больных на рефлексотерапию. В традиционной китайской медицине свои подходы к диагностике. Врач должен оценить состояние больного и его реабилитационный потенциал. Реабилитационный потенциал, он виден при общении, это сила голоса, это блеск в глазах, основное считают китайцы, это его поведение, резкость движений, это запах, это изучение ногтей, и самое главное, язык и пульс. Когда реабилитационный потенциал низкий, рефлексотерапия не проводится однозначно, тогда проводятся другие лечебные мероприятия, это как для того, чтобы подготовить человека, нужно с помощью натуральных продуктов, но китайская медицина использует в этом случае травы, минеральные средства. Для получения полного лечебного эффекта проводится курс процедур, часто он может повторяться через определенное время. Иглорефлексотерапия при правильном проведении и внутреннем настрое пациента – процедура безболезненная. У каждого человека свои индивидуальные ощущения. Как правило, люди ощущают некоторую легкость, умиротворенность, но чувствуют благоприятие в основном. Ну, некоторые люди, когда они очень после работы, уставшие, тогда и нежелательно делать процедуру. Тут надо смотреть, в каком состоянии человек идет на лечение, и его внутренняя мотивация. Иглорефлексотерапию считают одним из наиболее естественных методов лечения и восстановления организма. Она имеет свои тонкости и противопоказания, в которые врач обязательно посвящает пациента, принимая решение о назначении процедуры. Сегодня речь пойдет о тех руководителях Витебского медицинского техникума, которые с 1921 по 1941 год руководили нашим учебным заведением. Руководителей было 8 до 1941 года. Заведующий кушерской школы Спивак Гершмой Севич, врач. С 1 мая 1921 года он был заведующим кушерской школы. Но до 1926 года директора менялись почти ежегодно. Следующим заведующим и директором акушерского техникума был Генкин Самуил Михайлович, военный врач, акушер-гинеколог. Он по совместительству занимал должность заведующего в Витебском акушерском техникум, начальнику санитарной части Западного фронта. Витебский ГУПРОФОПР ходатайствует об откомандировании с военной службы младшего врача Генкина по специальности акушер-гинеколога для использования его полностью в этой должности. Врач Генкин весьма ценен как энергичный, опытный, способный администратор, педагог и общественный работник, идеально преданный своему делу. Но, тем не менее, такое письмо не повлияло, и он был дальше откомандирован на свою военную службу. Следующим был директором Окуню Михаил Абрамович. Он был назначен в ноябре 1923 года из Витебской губернии. Руководитель по практическим занятиям закончил медицинский факультет Юрьевского факультета. Но по состоянию здоровья Окунев Михаил Абрамович был освобожден в 1924 году по должности заведующего акушерским техникум. И на эту должность был назначен Гусинский Самуил Соломонович, который проработал директором медицинского техникума с 1924 по 1926 и с 1929 по 1932 годы. Он преподаватель общей гигиены, также закончил медицинский факультет Воронежского университета. Имеется его личный листок для кандидата в всябры коммунистичной партии большевиков в Беларуси. В 1922 году он провел большую работу по борьбе с холерной эпидемией, за что ему было выражено благодарность. После Гусинского директором была Слонимская. К сожалению, о Слонимской не сохранились никакие сведения. Мы даже не знаем ее имени, отчество, но она есть на фотографиях выпускников. И работала она с 1932 по 1935 годы. Следующим директором был Матишук Владимир Павлович с 1935 по 1937 годы. Выпускник Московского государственного университета. С 1938 года он работал в медицинском институте в Витебском, доктор медицинских наук, профессор, заведовал кафедрой. Аронин Борис Самуилович, директор с 1937 по 1939 год, военный врач. А в медуниверситете он возглавлял курс патологической физиологии. Несколько месяцев исполнял обязанности Бобицкий, о котором у нас тоже нет сведений. А вот с 1939 года снова на должность директора была назначена женщина – Шейкман Сима Вульфовна. Интересно, что Сима Вульфовна сама из Бобруйска. И она работала продавцом. Затем закончила в Минске школу медсестер. А в 1935 году поступила в Витебский медицинский институт. Я хотела бы сказать еще об одном человеке, о котором я рассказывала в своей первой передаче, но на тот момент мы еще не знали, что Гуревич Павел Маркович, он же Гуревич Фаевиш Мордухович Беркович. Это один и тот же человек, который в нашем медицинском техникуме был заместителем директора Гусинского. Имеется его диплом. Ему была присвоена степень доктора Страсбургского университета. Затем в 1914 году он подтверждал это звание в Императорском университете Святого Владимира. Здесь прилагается факультетское обещание, которое они давали. Ну и выдержали из устава императорских университетов. Таким образом, на основании архивных документов, энциклопедических данных, материалов Национального исторического музея, мы узнали историю уникального учебного заведения Витебского государственного медицинского техникума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова